приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы любите праздничный холодец и мы любим на сегодня мы вам представим нечто новенькое заливная колбаса для приготовления нам понадобится полимиолидная оболочка диаметром 80 миллиметров вообще-то у меня была идея сделать это в пластиковой бутылке из-под воды минеральной но идея показалась дурацкой и решили сделать полимиолидной оболочки в общем если у вас есть нету оболочки то второй вариант берете пластиковую бутылку из-под минералки полуторалитровую ровную обрезаете горлышко а дальше действуете точно так же как и мы давайте колбасе поближе поверьте это блюдо разнообразит ваш праздничный свой стол и позволит уйти уйти от каких-то блюд уже приевшихся допустим тарелки с холодцом в общем нам понадобится ну давайте в первую очередь расскажу о мясе смотрите использовать здесь можно но абсолютно любое мясо можно использовать субпродукты можно использовать там печень почки и чем вы любите сердце чем вы любите варить холодец но я не очень люблю субпродукты поэтому мы взяли три вида мяса говядина свинина и куриная грудинка отварили его из этого мяса сварили бульон я не стал показывать как мы бы варили бульон просто закинули в мясо довели до кипения первую воду слили залили второй водой чтобы бульон у нас был прозрачный при при закипании естественно снимали всю пенку после того как сняли пенку два или три раза далее варили бульон в течение часа добавили туда морковку которая сварилась бульоне сейчас расскажу более более детально о морковке несколько перчиков горошинок лавровый листик и целую цыбульку вот любят наши подписчики когда я называю лук цыбулькой поэтому теперь буду всегда называть цыбулькой и так сварили бульон и сварили мясо для того чтобы наша колбаса была красочная и праздничная мы взяли черные оливки к обычный консервированный зеленый горошек две морковки которые мы сварили в бульоне и два разноцветных перчика можно было использовать еще красный но красного у нас собой не оказалось но вернее в холодильнике они с собой друзья перчик почистили от плодоножки разрезали будем использовать по половинке каждого перчика можно в принципе использовать один целый одного цвета и бланшировали в кипятке то есть на две минуты поместили в кипящую воду смотрите все ингредиенты и пошаговый рецепт приготовления вы найдете в описании видео и последний ингредиент который нам понадобится аспик это пищевой желатин высокой концентрации обладает высоким схватывающим свойством продается в магазинах там где продаются товары для приготовления домашних колбас или крафтовых колбас мясо порежем на кубики со стороной примерно один полтора сантиметра особенно с корочкой надо аккуратным быть чтобы она не развалилась в процессе нарезки хочет она развалиться вот такие вот примерно нарезанное мясо отправляем емкость которой все потом будем смешивать он такими вот кубиками все порезали морковь разрежем на четыре части должна быть такая мягенькая и тоже такими же кубиками бланшированный перец порежем вот такими вот дольками обязательно только его по пробланшируйте чтобы он стал мягенький и начал будет в заливной колбасе у нас хрустеть на зубах чего нам не очень хочется и тоже нарезаем вот такими вот кубиками это назвать конечно сложно далее подготовим желатин а пока желатин будет готовиться не забудем угостить главного дегустатора кусочком говядины да бери так я же тебе разрешаю аспик заливаем где-то 150 миллилитрами теплого бульона комнатной температуры перемешиваем и даем ему настояться в первую очередь завяжем полинеолидную оболочку с одной стороны стараемся собрать ее в такой аккуратненький друзья связывать надо очень хорошо очень тщательно вот аж так чтобы веревка рвалась в руках потому что если не порвется веревка а соскользнет потом с оболочки весь бульон будет у вас на фартухе на столе по всей кухне но не в заливной колбасе поэтому я сделаю вот здесь вот буквально штук пять узлов таких чтобы хорошо ее зафиксировать чтобы силой трения эта веревка держалась и не вздумала соскользнуть далее отрезаем кусочек оболочки нужной длины отрезаем с запасом потому что нам нужно будет хороший кончик для того чтобы качественно завязать нашу заливную колбасу начинаем наполнять оболочку попеременно помещая туда ингредиенты я не хочу их смешивать вот просто брать и перемешивать по той причине что боюсь что мясо разломится разломится на волокна а мне не хотелось бы иметь колбасу с таким разломленным на волокна мясом поэтому вот таким вот образом я ее буду наполнять конечно если вы не особо заморачиваетесь тем что вот эти волокна в колбасе разломятся то наверное можно наверно можно и перемешать все тоже непонятно насколько она будет равномерно хочется чтобы колбаска выглядела красиво на срезе при этом друзья ничего не утрамбовываем далее набухший аспик ну или желатин мы решили что это тоже желатин только большей концентрации отправляем бульон бульон был тепленький температурой градусов 30 и теперь всю эту конструкцию отправляем микроволновку на две минуты далее наполняем нашу красоту разогретым бульоном главное чтоб его хватило чуть-чуть не хватило все отлично да смотри как точно теперь надо замерить длину колбасы чтобы написать в рецепте видите друзья вот эту штуку мы как бы любой стаканчик взяли для подстраховки для того чтобы если вдруг что-то лопнет то она лопнула и во все стороны хотя бы как-то как-то куда-то вылилось теперь опять же таки очень хорошо и тщательно видели лариса подвешивать будем все равно что надо чтобы они не шлепнулась лариса его подкрутила чтобы уплотнить все это и бульон практически заполнил то есть там полостей никаких не осталось заливная колбаса практически готова вот нету нормальных веревок в общем да сейчас я это отрежу и завяжу я по новой друзья завязываем и подвешиваем ее именно вертикальном положении либо в холодильник либо сейчас зима вообще этому к вам к новогоднему столу готовим или к рождественскому можно на балкон подвесить часика на 34 то есть так чтобы температура была около нуля а лучше до утра а завтра утром продегустируем нашу красоту из всех колбас которые я когда-либо делал это наверное самая красивая друзья посмотрите какая яркая праздничная колбаска давайте ее зарежем немножко я это мандраж у меня что получится вернее что получилось получилось насколько я понимаю очень даже красиво вот так вот а ну-ка возьму другой нож и попробуем сделать нарезочку этот нож не хочет я просто боюсь ее раскрошить поэтому я ее больше даже вот так вот пилю чем режу немножко тонковато получилось раскрошил таки давайте я вам покажу как обычно разрез а после этого попробуем надо немножко толще холодец не выдерживает такой тонкой нарезки и так срез нашей заливной колбасы но скажите друзья не прекрасно ли это но вот просто просто под к праздничному столу такое подать в качестве нарезки скажите класс но прежде чем попробовать эту колбасу я хотел бы вам порекомендовать канал своего коллеги и товарища игоря преступы игорь технолог инженер-технолог мясного производства и делает очень классные колбасы ссылку вы найдете в описании зайдите и посмотрите особенно интересен будет канал жителям из украины так как игорь ведет свой блог на украинском языке друзья давайте будем пробовать что же у нас получилось такое слушайте вкусно реально вкусно это вкуснее чем холодец очень насыщенный классный бульон был вообще суперский такая желешка нежная ну и самое главное я говорил уже она не тает то есть он начинает таять этот аспект при температуре выше 30 градусов поэтому можете смело на новогоднюю нарезку если конечно у вас не светит июльское солнце на новый год ну иногда любую другую кстати в июле тоже можно фантастику реально я думаю что на нашем столе это будет праздничное блюдо номер один ну и надеюсь что на вашем тоже друзья с удовольствием представляем вам рецепт заливной колбасы она фантастически красиво ну реально для меня это просто просто чудо которое мы с ларисой сделали естественно делимся с вами попробуйте приготовить вам реально понравится но колбаска честное слово она очень вкусная я не обманываю но вы знаете никогда не обманываю зачитание очень классная надеюсь что видео было полезным колбаска вам понравится подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх а мы с ларисой готовим для вас очень много интересных роликов очень много интересных рецептов в этом году наступающим всех всего доброго пока